Инженер из Саратова получил всероссийское признание. На первом чемпионате России сквозных рабочих профессий в высокотехнологичных отраслей промышленности в Екатеринбурге Евгений Попечителев обошел 25 конструкторов из других регионов. Перспективный молодой специалист трудится на научно-производственном предприятии «Алмаз», что позволило Саратовцу стать лучшим в нашем следующем сюжете. Несмотря на молодость, всего 24 года, инженер-конструктор Саратовского завода «Алмаз» Евгений Попечителев – знаменитость всероссийского масштаба. В начале ноября он стал победителем первого чемпионата рабочих профессий для молодых специалистов в Екатеринбурге. Евгений разрабатывает радиосистемы и приборы для космической промышленности спутников. Работает на «Алмазе» всего три года, но вкус профессии уже почувствовал. Самое интересное, когда попадается как раз что-то новое, когда приходится думать, размышлять, придумывать, свои предложения выдвигать. И еще интересно, когда уже из твоих чертежей рождается деталь. То есть, когда ты чертишь на бумаге, это выглядит одно, а когда уже приносит тебе деталь, вот это самое интересное, пожалуй. «Алмаз» специализируется на производстве вакуумных СВЧ-приборов и технологий для оборонной промышленности. Каково же было удивление Евгения, когда на чемпионате в Екатеринбурге предложили задание из отрасли машиностроения – спроектировать клапан гидравлического насоса и дверного замка. Пришлось срочно штудировать спецлитературу. На мой взгляд, это характерно вообще для нынешнего поколения молодых специалистов. Они очень быстро перестраиваются, они очень быстро осваивают все новое. Женю это отличает. Да, как раз он проявил вот эти настоящие бойцовские качества, потому что нагрузка достаточно большая была. Для меня это очень приятная победа, потому что я работал здесь, я чувствовал, что я могу, что все-таки какие-то знания у меня есть, способности. А эта победа только доказала даже мне самому это, что действительно я, ну, может быть, чего-то стою. За последние 10 лет на «Алмазе» произошла резкая и масштабная смена поколений. Так, в конструкторском бюро 80% коллектива – молодежь до 30 лет. В основном выпускники Саратовского технического университета. Высшее образование здесь и у фрезеровщиков, чтобы на «ты» общаться со станками с программным обеспечением. Ну, помимо таких довольно простых, возможно, сделать довольно сложную геометрию любой материал, то есть металлы, цветные, черные, чугунные, не металлы даже, пластики, дерево. Фрезеровщик Максим Хохлов тоже принимал участие в конкурсе профессии в Екатеринбурге. Говорит, самым сложным оказалось найти общий язык с оборудованием. Очень уж умные станки попались. Токари и фрезеровщики сейчас востребованы не только на «Алмазе». На последнем чемпионате мира рабочих профессий, где СССР всегда считался безусловным лидером, Россия заняла одно из последних мест. Исправить ситуацию давно пытаются в Саратовском регионе. Наше министерство, предвидя вот такое развитие событий, с 2000 года, то есть уже 14 лет, проводит подобные конкурсы. Мы проводим конкурсы среди предприятий машиностроительного комплекса, лучшие по профессии. И где как раз самые востребованные профессии – фрезеровщик, токарь, оператор станковщик ПУ, шлифовщик и так далее. Сейчас на «Алмазе» трудится около 2000 человек. В условиях курса на импортозамещение у предприятия много заказов. Оно работает круглосуточно. Четверть выпускаемой продукции – новые разработки, не имеющие мировых аналогов. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.